Какое самое странное имя Wi-Fi вы видели? Маршрутизатор? Я едва знаю её. Был моим самым любимым названием сети. Название Cracks Specs, которое было не таким уж креативным, но позже мы узнали, что владельцы этой сети были арестованы за продажу запрещенных товаров. Изменено. Нет, это был не ресторан. У нас в штате нет сети ресторанов под названием Cracks Specs. Мой младший брат переименовал свою мобильную точку доступа в горячие дамочки в вашем районе, и я никогда не переплюну его. Нам не разрешено иметь собственные роутеры в кампусе, поэтому я назвал свою мобильную сеть университетская точка доступа. Я замутил с Дженни, жена арендодателя. У меня был друг, у которого так назывался Wi-Fi. Он ненавидел своего арендодателя, и тот не мог выяснить, какой из арендаторов транслировал это название. Мой приятель подключил свой маршрутизатор к отдельному аккумулятору, чтобы домовладелец не мог отключить электричество, чтобы выяснить, чей он. Мой папа большой фанат Матрицы, и каждому маршрутизатору, который у нас когда-либо был, давал имя Навух Доносор. Мой сосед по комнате назвал наши мобильные сети Бэтлан и Логин. Мне всегда казалось это умным ходом. Долгое время у меня на телефонной точке доступа стояло название «Отделение полиции номер 3». Оказывается, это хороший способ вызвать у некоторых людей паранойю и позабавить других, кто заходит в поиск сетей. Мое любимое название было «Посмотри на задней стороне роутера». Самым крутым было то, что сзади роутера было написано «Спроси имя насчет пароля». Отец одного из друзей моего сына, которому было около 12 или 13 в то время, добавил сеть Wi-Fi под названием «Бесплатный 18 плюс видео», когда мой сын с еще несколькими друзьями были на ночевке по случаю дня рождения. Затем отец сел за пределами комнаты, где они спали, и слушал, как они часами пытаются выяснить, как подобрать пароль. В тот вечер мой сын позвонил мне и спросил, как подключиться к Wi-Fi сети, если не знать пароля, потому что его друг забыл свой пароль. Я сказал ему, что единственный способ угадать, очевидно, это заняло их на всю ночь. Мои соседи – грубые придурки, поэтому я назвал свою сеть «Бесплатный 18 плюс адрес соседей» и, разумеется, защитил ее паролем. Хочу, чтобы их сводило с ума, что существует интернет-сеть с их адресом, к которому они не могут получить доступ. Это приятные мелочи жизни. Когда моя бабушка настраивала свой Wi-Fi, мы спросили ее, что она скажет людям, которые попросят пароль от ее Wi-Fi. Она сказала, что скажет им «Иди к черту», потому что теперь это ее пароль. Теперь всякий раз, когда люди спрашивают ее пароль от Wi-Fi, она говорит им «Иди к черту». Наша сеть называлась «У нас нет Wi-Fi», а пароль к ней был «Я не знаю». Было весело наблюдать за теми, кто спрашивал у нас о подключении к интернету. Название было «Пароль-пароль», а сам пароль – «Wi-Fi-Wi-Fi». Установите пароль Wi-Fi на те четыре буквы на задней части роутера. Затем, когда кто-то спросит, скажите ему «Те четыре буквы на задней части роутера». Защищенный CEX и незащищенный CEX. В британских магазинах электроники обычно сети называют именно CEX. Я вызвал панику среди своей семьи, потому что переименовал нашу домашнюю сеть в «Отключено». Мой парень переименовал нашу сеть в «Загрузка». Я никогда не верну того потерянного времени на то, что я пыталась починить нашу сеть. Моей любимой была сеть под названием «Мам, кликни сюда, чтобы подключиться к интернету». Назовите сеть «Абсолютно безопасный Wi-Fi без шпионских программ», честное слово. И пусть она останется открытой и без пароля. Моя 2G-сеть называется «Нажмите здесь для вирусов», а сеть 5G называется «Быстро нажмите здесь для вирусов». Я ехал в задней части автобуса, и название Wi-Fi гласило «Скажи куриные наггетсы». Я закричал «Куриные наггетсы» в переднюю часть автобуса. Кто-то ответил «Без пробелов». Я сначала не догнал, но примерно через 5 минут я подумал «Подожди, дико». Набрал куриные наггетсы, поле для пароля и вошел в сеть. Сеть моего соседа называлась «Два братана отдыхают в бассейне». Точка доступа моего телефона называется «Доктор Работник и его бобовая машина». Увидел «Убирайся обратно в Калифорнию», когда только что переехал в Техас, и на моей машине все еще стояли калифорнийские номера. 5G-тест номер 1 на распространение вирусов. 500% мощность. Во время колледжа, когда я еще жил дома, я проделал следующее. Я играл в онлайн-игру, и внезапно она стала медленной, и ее качество сильно упало. Поэтому я зашел в настройки маршрутизатора, чтобы узнать, подключено ли какое-то еще устройство, о котором я не знаю. Думал, что мой ноутбук или что-то другое может загружать какие-то автоматические обновления. Я изрядно удивился, когда увидел компьютер под названием «Джеки ПК». Что странно, потому что в моей семье нету людей с именем Джеки. Оказывается, дочь моего соседа приехала домой на выходные, и у них не оказалось интернета. Я всегда оставляю свою сеть открытой для удобства пользования ее с друзьями и семьей, так как поблизости не так много домов. Это был первый раз, когда эта методика стала проблемной. Поэтому я сразу же изменил свою сеть на «Джеки, перестань красть мой Wi-Fi» и добавил пароль. Я не против поделиться, но когда ты вызываешь проблемы с моими играми, тебе лучше перестать. Я в шутку включил точку доступа под названием «Бесплатный Wi-Fi Аэропорт», ожидая задержанного самолета. Выключил его через 5 минут, потому что телефон почти взорвался от перегрева, так как к нему подключилось пол аэропорта. Имя сети — это Красти Краб, а пароль от нее нет, это Патрик. У моих соседей по колледжу была сеть, названная «Подвал-головоломка дяди Тауте». Лучшее название Wi-Fi, которое я видел, привело меня к сложному квесту. Сеть называлась «Помогите, похитили девушку из квартиры 30 на 9 этаже». На двери этой квартиры была записка, в которой говорилось, что мне нужно идти в подвал, где лежал бесплатный зефир. Достаточно, чтобы добавить в чашку горячего шоколада. У моего маминого друга была проблема, кто-то постоянно отключал его Wi-Fi, поэтому он изменил имя сети и пароль. Он дал сети имя «Голубые шарики» и пароль «Пошел ты, Джим». Я очень уважаю этого человека. Когда я переехал в дом моих друзей, я переименовал сеть в «Точно не склад запрещенного». Мы жили в Манси, Индиана, известная как «Столица запрещенностей». И к нам даже однажды постучали полицейские. Самое запомнившееся мне имя сети было «Я слышу, как ты занимаешься этим». Я жил в квартире с тонкими стенами, и после этого я был очень застенчив перед соседями. «Постучите пять раз, чтобы узнать пароль. Квартира 507. Люблю свой город». Однажды я переименовал свою блютуз-сеть в «Aukon Perfer Grove», что переводится как «Устройство не обнаружено». Затем через две недели я потратил 45 минут, ругая мой телефон за то, что его никак не получается обнаружить. Потом до меня дошло, что я играл сам с собой. Летом 2008 года я путешествовал по Европе, и единственный способ получить доступ к интернету – через интернет-кафе или подключить свой ноутбук к случайному открытому Wi-Fi. Однажды ночью я припарковался в уединенном месте, чтобы заснуть, но перед сном решил посерфить интернет, поэтому я схватил свой ноутбук и попытался найти Wi-Fi. Нашел сеть с названием «Say Night Hair», что означает «Не оставайся здесь» или «Не будь здесь». Так быстро я еще никогда не сматывался. Моя сеть называется «Камера 2 в туалете». Я живу в большом жилом комплексе, и я очень надеюсь, что это хоть у кого-нибудь вызвало парочку бессонных ночей. Я был в магазине телефонов и увидел сеть чертовски новенького телефона Карла. Я был очень рад за Карла. Мой сосед полностью испортил мне впечатление о концовке «Войны бесконечности». С тех пор, как он начал смотреть «Игру престолов», а я был обижен на него и переименовал две свои Wi-Fi сети на «Нед Старк умрет сезон 1» и «Джон Сноу умрет сезон 5». Я не горжусь своим поступком, но он определенно доставил мне удовлетворение. 3,99 доллара в минуту. Постоянное название моей точки доступа. Мой папа назвал наш «Нет Войфай» «Нетвой Вайфай», потому что у нас были соседи, которые только переехали в новую квартиру и стали красть наш Wi-Fi. У них были дети нашего возраста, и я общался с одним из них. Он сказал, что у них есть Wi-Fi. Я спросил его «Круто, но откуда?» И он ответил, что хотя никто из Wi-Fi компаний не заходил к ним, им все-таки удалось получить откуда-то доступ в интернет. Он не знал откуда. Оказывается, его родители использовали наш Wi-Fi и не говорили своим детям, потому что они не хотели, чтобы они рассказывали нам, а мы в свою очередь нашим родителям. Мы – это я и мой младший брат. Мой папа пожаловался, что Wi-Fi стал намного медленнее. Я рассказал ему о том, что мне поведал соседский ребенок. Он сразу же поставил пароль на наш Wi-Fi. Мы не знали, что на нем не была установлена блокировка. Так и была придумана сеть «Нетвой Вайфай». От слов «Нетвой Вайфай». Моя хорошая карма возросла на тысячу поинтов, потому что мой папа – крутой шутник, который имел возможность использовать остроумные шутки. Спасибо, Reddit. Однажды я отправил печататься листок с надписью «Защити свой Wi-Fi» на один из принтеров моего соседа, у которого была Wi-Fi, но ему не было смешно. Очень медленный. Когда я нажал на подключение к этой сети Wi-Fi в Windows, всплывающее окно сообщило «Предупреждение, очень медленный доступ в интернет». Мне показалось, что это было довольно круто. Я был в аэропорту, и чья-то Wi-Fi сеть называлась «Для пароля громко крикните «Классная рама». Назвал свою сеть «Башня раздачи 5G». Это вывело из себя всех параноидальных женщин в округе. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков, я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий, и, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи!